Факт за этакие сидели и решили, а давайте-ка мы сделаем вторую неделю празднования двух миллиардов визитов в КДТ. Но у них что-то пошло не так. Всем здарова и всего лишь в Рогиз будет обзор на новое обновление, в котором добавили, во-первых, две новых машины в продажу. Ну, как сказать, новых. Как бы старых, но уже под видом ремоделек. Это, получается, две машины от марки Hennessy, а именно Hennessy Poison F5 и Hennessy Venom GT. Кстати, интересный факт, сейчас они в игре называются по настоящим названиям, но я думаю, что в скором времени их изменят, и ремодельки у них максимально каловы, но посмотрим на них чуть-чуть попозже. Новый Лимитод Сторс, шесть машин, которые продавались неделю назад в прошлое обновление, убрали, и добавили две всего лишь новых, а именно Макларен, Сенна, Айртерн, РТР и Тениксик СС-058. Их максимально ужасно ремодельнули, и просто посмотрите, как выглядит ужасно. Макларен квадратно просто как-то, и Тениксик по своим фарам просто максимально сильно выделяется, да и вообще как-то, ну, типа не особо, в общем. Новая система кастомных серверов. Они сначала ее добавили, побула она в игре минут 15, и потом ее убрали, потому что у них получились какие-то неполадки, типа она работала неисправно, как я и лично понял. И они у себя в дискордсервере написали, что мы эту систему оставим на следующую обнову, и получается ее более проработаем, и подойдем как бы вам в идеальном виде. В общем, если я правильно понял. И последнее, что нам добавили, это новый промокод. Ну как, не последний, да, там еще 2Х, но это, я думаю, что не сильно интересно и не сильно важно. Новый промокод, который он даст 80 тысяч евро валюты, называется 2Bpart2. То есть, типа, вторая часть 2 миллиардов. Сегодня мы с вами на это все посмотрим. Я вам, как всегда, желаю правила просмотра, и мы уже будем переходить к ролику. Итак, что я могу сказать насчет Хеннесси? В принципе, выглядят они не так уж и ужасно, как минимум та, которая за 3 миллиона, на которую я сейчас еду. Но сзади она мне что-то напоминает ту, которая из GTA 5. Похожая там есть моделька, я могу сейчас даже показать на экране. Спереди, вроде даже и не сильно изменили, по фарам больших отличий я не заметил. Вот, а тут как бы на воздухозаборнике как будто бракеты стоят. В принципе, ничего прямо ужасного. Салон, ну конечно, с моим темным цветом мало что можно увидеть, но тем не менее. Касаемо той, которая за 10 лямов, она, конечно, ну как сказать, сложно выражать эмоции, когда тебе вообще обмого не понравилось. А чё? А я ж менял цвет, не? А, не менял. Ну, справедливо. В общем-то, как бы, вот так-то она выглядит сзади, и спереди, и в профиле. Вроде так нормально. Спереди, ну, более-менее, чем-то напоминает какой-то лотос. Но сзади, конечно, эти фары прям. Да, вызывают какие-либо вопросы, но вроде бы за 10 лямов, в принципе, можно. По характеристикам она, как бы, ничем не изменилась, по деньгам тоже не изменилась. Вот только, конечно, внешние вопросы имеются. Ну что ж, вот так вот выглядит её салон, даже неплохо, кстати. Ну, руль, он странный, я не знаю, может быть, он так и выглядит в жизни. Но, как бы, всё остальное более-менее нормальное. Ну, вот то, что я вам говорил, названия у неё сейчас прям оригинальные, и максимально сильно палятся по, получается, авторским правам. Поэтому я думаю, что в ближайшее время их очень быстро изменят, потому что, ну, как бы, в принципе, это очевидно. Я не знаю, почему они так добавили. Может, в принципе, такая остается, всё-таки ремодельки же. Поэтому, фиг за это, на самом деле. Сложно сказать. Получается, limited store. Касаемо limited store. Шесть машин, которые тут продавались неделю назад в прошлом обнове, убрали. Потому что 40 у их продажи истёк. И сейчас на 7 дней выставили две машины, а именно McLaren, Senna, Ayrton, RTL и Kiongsic KS-158. Я уже сказала это в начале видео. Давайте посмотрим сначала на Kiongsic. Стоит он 19, а примерно 150, конечно, да. 125 тысяч. И я думаю, что он максимально не стоит своих денег. Потому что, конечно, за такие деньги его брать вообще максимально нерационально. Когда он ещё был в настоящей, получается, модельке, и 112 ненавров, тогда ещё можно было задуматься, если вам просто нравятся McLaren. Но если вам просто... Что, почему он такой высокий? Господи, какой калк, какой калхоз. Вот этот вот выхлоп не похож даже на оригинальный. Типа, вы знаете, как будто вот какая-то китайская подделка. Вот то же самое вот берёшь китайский айфон, например. У тебя, грубо говоря, он как-то напоминает настоящий, но вот ты его берёшь, у тебя прям отвращение. Вот тут то же самое. Да, как бы ездить можно, безусловно. Но просто за такие деньги, конечно, брать не стоит. Если бы вот она стоила 8 миллионов, и был бы с такими характеристиками, как он и сейчас есть, я даже не знаю, какие там характеристики. А, ну какие-то каловые. Даже если поставить, получается, движок, даже 400 не дожимают. Ну, типа, за такие деньги, за 20 лямов, я не знаю, вот даже ту же Хеннесси лучше взять. Может, она не особо красивая, но, типа... Либо же дождаться Limited Store, какого-то уже большого масштабного. И взять что-то там за те же деньги, или даже меньше, там, например, за миллионов 15. Можно будет взять что-то получше, как минимум по скорости, по внешке и так далее. Но тут уже, как бы, на ваш вкус, ничего говорить не буду, но я бы лично не покупал. Не советовал бы просто. Получается, Кёнигсик. 27 лямов он стоит. Максимальная, я правда, на цена. И 439 км в час с максимальной прокачкой. Не знаю, как бы, тут... Напишите своё мнение в комментариях, но за такие деньги уж его точно не стоит брать. Да, хоть его и не прям ужасно изменили. Типа, прям, очевидные изменения. Это фары сзади и фары спереди. Так, вроде бы, норм. Салон тоже, вроде бы, нормальный. Вопросов таких, прям, типа, больших нету. Но, как бы, за 27 лямов, ну, можно было и как-то и постараться. В принципе, это всё. К сожалению, даже не 4 машины, не 6, как было неделю назад. И можно было сделать просто как распродажу, а не как Limited Store за такие деньги. В принципе, как бы, напишите в комментариях вообще, что вы думаете касаемо этого. Ну, и мы с вами, получается, переходим к 2х, который вам, получается, даётся на 3 дня. Вот. Или же, если у вас уже есть 2х мани, то вы будете получать деньги 4х. Как бы, заработок хороший. Для фармеров, вообще, имба, как бы, часто добавляют, когда фокс уже не могут найти вариантов, что можно добавить, чтобы нас не обосрали. Как бы, а их и так обтирают каждый раз. Поэтому смысла что-либо искать другого нету. Жаль, что я, на самом деле, реально не успела вам показать систему кастомных серверов. Я не знаю, наверное, у каких-то ютуберов там это в ролике есть, потому что они, может быть, успели прям сразу зайти. А я, как бы, на расслабоне, что-то, такой сижу, 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 а время уже 6. И надо снимать ролик. Выйдет он, скорее всего, уже к часам к 7, может быть, даже больше по МСК. Как бы, извините, что приопоздал, но, тем не менее, лучше поздно, чем никогда. Ладно, отошли от темы. Переходим к последнему, что добавили. Это новый промокод. Да, хоть обнова вышла и не позитивная, но 80 тысяч нам все-таки дадут. Вот. И будем просто уже ждать, получается, обновы с новой картой. Вот так вот называется этот промокод. Получается 2B Part 2. Нажимаем и получаем. 80. Ну, что, прогружайся. Алеша. В общем, 80 тысяч игровой валюты. Вел меня точно правильно. Что-то у меня просто не нажимается. Ну, и также не забывайте вводить мой фирменный промокод KELASO, за который вы получите 50 тысяч игровой валюты. Я, к сожалению, за это ничего не получу, но, тем не менее, вы получите 50 тысяч игровой валюты. По-моему, нормальная, как бы, сделочка. Ну, что ж. И уже будем на этом заканчивать ролик, потому что обновление подошло к концу. Показывать мне вам больше нечего. Ну, что ж. Вывод касаемо этой обновы я могу сделать только один. И надеюсь, что это реально так. А не просто Foxos реально выпустили эту обнову на полных реальных щах. И надеюсь, что нам это понравится. Смотрите. Мое личное предположение такое, что они, скорее всего, хотели уже выпустить к этой субботе карту. Но они не успевали по таймингам. И решили, что выпустим хоть что-то, чтобы их не расстраивать. Как бы, их, я подразумеваю, как бы, нас, игроков КДТ. Они выпустили какую-то билиберду, и попытались разорвать какую-то механику, которая у них не получилась. И они решили оставить на следующую неделю. Смотрите. Они добавили всякий као. Никому не нужный. Ремоделики машин. И назвали то, что это вторая, типа, часть. И по второй неделе праздновение. Поздравьте нас еще раз, типа, второй раз. Ну и вариант тут только один. То, что мы либо просто сейчас это хаваем и ждем обновы. Уже с картой игры. И вот уже, скорее всего, новый лимит от Стор. Новые лимитки. Какие-то новые машины. Какие-то новые ивенты. В общем, и сама новая карта. По особенности. Либо же мы опять ждем просто никому не нужную механику в следующей обнове. И только через следующую неделю будет карта. Либо же она еще будет не скоро. Потому что нам сами разработчики еще месяц назад писали, что, типа, через неделю, две, три, будет новая карта. Да-да-да. Вот месяц мы уже ждем, и карты нету. Спасибо. Получаем какие-то ненужные никому обновы. И приходится просто реально что-то из них получать. Какой-то досуг. В принципе, на этом все. Напишите в комментариях вообще, что думаете. Касаемо ролика, касаемо обновы, касаемо машин. Все спасибо за просмотр. И пока-пока. До скорых. Обязательно встреч. Потому что скоро будет какой-нибудь крутой ролик, который я постараюсь придумать, чтобы вы не скучали без меня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok